Эй, васаби, братва! На связи я, Влад Гантеля. Хочу сказать вам большое спасибо за активность и напомнить про наш маленький челлендж. 125 тысяч до 25 декабря. И я проведу, братва, 24-часовой стрим. Так что, братишка, тебе нужно всего лишь просто подписаться на мой канал. Ляпсь, и всё. Ну а если, брат, ты хочешь поскорее увидеть новый видеоролик, 5000 лайков, и он уже выходит. Вот так не выйдет, прикинь долблёб. Ну а в этом видеоролике я покажу вам баг, который я нашёл в жалобе. О котором, скорее всего, вы даже не знаете. Ну а может быть и знаете, а может быть также и наёбывайте этим багом. Прикиньте, багом можно наебать. Я сам в шоке, пацаны, то, что сейчас я увижу и то, что я вам сейчас расскажу. На самом деле, этот баг вредит всем игрокам на центральном рынке. Я думаю, братва, вам будет интересно, так что присядьте поудобнее и приятного просмотра. Итак, братва, хочу начать с того, что, как обычно, эта жалоба находится в жалобах на нон-РП разводы. Эта жалоба, как обычно, закрыта. И эта жалоба, пацки, как обычно, закрыта. По той причине, что фрапс идёт больше двух минут, а вы просто не указываете свои тайм-коды. Сколько раз вам можно про это говорить? Братанчик, вот если тебя наебали, и у тебя фрапс ебает на 20 дней, пожалуйста, укажи, в каком из этих дней, блядь, и в какой минуте тебя наебали. И всё, и твою жалобу рассмотрят. Но в который раз я убеждаюсь, что мой ебает носик, нахуй, который лазит по закрытым жалобам, не зря всё-таки в эту жалобу залез. Давайте же, братва, узнаем суть этой жалобы. Блядь, на самом деле, я когда читал, я охуевший был просто. Здравствуйте, я купил щит на спину, приехал на центральный рынок, тут ко мне подошёл игрок и предложил ему продать щит за большую сумму. Но я не знал, что нельзя ставить его за такую сумму. И он купил его у меня, но я зафрапсил, и он вышел сразу. Прошу, помогите, пожалуйста, прошу вас, тайм есть. Но ид нету его, прошу вас, просто у меня же второй раз обманывают на большую сумму. Спасибо. Да, братанчик, ебать не маза, что ты жонишь. Заходите, пацки. Хоризонка, роллплей, Чандлер, описник в описании, промокодик Чики Мони, на пятом левеле используешь, сошо тысяч. Спасибо, нема за шо, братишка, залетай. Помогите, прошу, надеюсь, вернуть щит или сумму за него, надеюсь, на понимание, уважаемая администрация. Так, братва, шо мы тут поняли? Кентику просто предложили выставить щит за очень большую сумму. Он говорит, я не знал, верните бабки, фу-фу-фу. Нихуя не понятно, но давайте посмотрим все-таки фрапсик. Фрапс начинается с того, что он выставляет щит за ебанутишую сумму, на самом деле, 4 миллиарда. Прикиньте, опа, и некоторые из вас игроки уже понимают, о каком баге здесь идет речь. На самом деле, я даже когда посмотрел, я не узнал. Но если бы в этом моменте, на этом фрапсе, здесь бы не было моего модера, который потом по итогу мне и подсказал, что это за бах, мне кажется, я бы очень жестко бы тупился. И некоторые из вас тоже бы тупились, если бы не знали, что это за бах. Но давайте посмотрим все по порядку. Итак, он выставляет щит. На самом деле, позже, пацаны, мы уже поймем, что по итогу похуй, что выставляет. Вообще, не важно. Все, что ты выставишь, и именно за вот такую вот стоимость, то есть 4 миллиарда 295 миллионов, вот именно четко, пацики, вот эта вот стоимость. Запомните, потому что, возможно, вас так уже, скорее всего, наебали или в дальнейшем наебут. И вот, братва, момент, когда он выставляет этот щит за эту стоимость. И после этого, фух, Кентик покупает у него за 31 396 долларов. Понимаете, ебать вообще нахуй. Вот так вот просто переворачиваются бабки. И в чате видно, что он покупает у него за 32 тысячи. И после этого этот Кентик просто берет и съебывается. Фух, фух, все, и съебался. И его больше нету. Вот, Томас, он купил этот щит за 31 тысячу. Кентик пробивает, что-то там айдишник, но походу айдишник не тот, потому что у него купил все Томас, ебать этот щит. И вот здесь уже Кентик, который стоит рядом, пишет. Ах, я не успел, жалко. Я присматриваюсь, и это пацик Кихуга Прайм. Это на самом деле мой модер, который сидит у меня постоянно на стримах. И вот потом уже к нему я и обратился, чтобы он мне хоть как-то рассказал, что здесь вообще произошло. Потому что по этому фразу больше я ничего не понимаю. Вот на этом моменте все заканчивается. То есть он выставляет щит за 4 миллиарда 295 миллионов. Кентик его покупает. И покупает его за 31 тысячу. То есть как будто счетчик сбивается. Как будто пацик это максимальная цена, за которую вообще можно что-то выставить на центральном рынке. И если мы выставляем, оно так вот сбивается. И выставляется за самую минимальную цену. И все, и просто дальше все остальное время на фрапсе он просто пишет. Что ебать, блядь, братик, в смысле мне наебали? Пиздец, пацики, помогите. Все, я пошел жб заливать. И все это время пацик у него идет фрапс, он пишет. Все, ебать, пиздец, я пошел заливать. И вот тут я увидел, как остальные игроки, походу те, которые основное время свое проводят на центральном рынке, знают про этот наеб. Но почему же я про него ничего не знал? И походу вы про него ничего тоже некоторые не знаете. И походу пацики, те кенты, которые фиксят всякие баги, тоже как бы этот баг на него хуй забили или даже про него не знают. Но вот ху говорит, 4,9 миллиарда. И после этого Коди ему отвечает, это что не пофиксили? Давно слышал это. И мы уже понимаем, что возможно, скорее всего, очень многие про это знают. И это очень было давно. И после того пацик, как я списался со своим модером, он сказал, да, это вот такой вот баг, если выставить любой вот прикольчик на центральном рынке за такую стоимость, у него сбиваются счетчики. После этого, братва, я спросил, а как долго он про этот баг знает и вообще, как долго он существует. И я охуел от того, что я узнал, что этот баг существует, грубо говоря, с момента выхода центрального рынка. Да, в принципе, этот баг, можно сказать, он незначительный, он дебильный. Но вот такие вот новички будут попадаться. Я предлагаю, братва, зайти на сервис сейчас, на Аризон Кучандлер. Это там, где был мой кентий, вот этот вот наебан. Это тот сервер, где играю я, а я вот эту вот цюху не фиксю. И давайте вместе с вами в реальном времени этот баг и проверим. Пойдем на сервер. Хорошо, я уже нахожусь у себя на любимом сервере. Это Аризон Кучандлер, айпичник в описании. Вы можете тоже все мной на этом сервере пошпилить. Вот я нахожусь как раз возле центрального рынка. И я охуевший с того, что этот баг реально настолько дебильный, что я бы, братва, даже дал бы этому багу звание топ-1 дебильного бага на Аризона Роллплей. Вот мы как раз возле свободной лавки. И давайте ее займем. Там у меня какой-то кентик валяется. Ты что, братишка, просыпайся. Чик, занимаем лавку. Мне не надо денег, у меня ноль на банке. Секунду. Вот, братва, я уже нахожусь возле лавки. Фух. Альт. Арендуем. Продать товар. Типа тыры-пыры-тыры-тыры-тыры-пыры. Выбираем вообще рандомный цвет. Нажимаем кнопочку альт. Выставляем вообще любой совершенно товар, только чтобы он был одна штука. На самом деле можно выставить вообще что-либо. Перед нами стоит вон кентик Саня. Он мне в этом эксперименте согласился помочь. Выставляем гамбургер. И давайте ведем ему вот эту вот волшебную цену. 4 миллиарда 295 миллионов. Принять. И все. И теперь я выставил вот эту вот хуйню. Гамбургер. Саня, очень покупай, братишка. Саня, покупай, блядь. У меня нет денег. Ой, блядь. Саня, ебаный в рот. Вот это под эти эксперименты, блядь. Я ему еще, блядь, и... Вот, видите, и он покупает у меня гамбургер за 31 тысячу. А я при вас выставлял цену совершенно другую. И он такой, офигеть, братик, ебаный. Думаю, сейчас скажет спасибо и за то, и за это. Ну, а мы просто, пацаки, смотрели на бах. И все. И вот такой вот бах. И вроде бы как бы, блядь, кент тот как бы и не виноват. Он просто купил. И все. Но при этом наебалого, конечно, это серьезное. По итогу теперь, пацаки, когда я увижу этого кентка, которого наебали, я ему верну вот этот вот бабосик. Потому что именно я этой жалобой начал заниматься. И у меня теперь к вам вопрос, пацаны. А что нам делать с тем кентом, который вот так вот наебал? Никого он так вроде больше не наебывал. Ну и грубо говоря, наебкой это тоже нельзя назвать. Это просто бах. Ну и в это же время надо это видео передать как бы разработчикам, чтобы этот бах, скорее всего, пофиксили. Ну а так, пацаки, даже если этот бах не пофиксит, то это реально самый дебильный бах. Ты просто выставляешь ебану тишую цену. И в тот момент, когда кентик покупает, она пуньк и снижается до самой маленькой. Да, возможно, любой новичок на этом попадется. Любой. Ну а теперь, братишка, после просмотра этого видосика, я думаю, никто больше не попадется. В комментариях, братва, можете оценить по дебильности от 1 до 5, насколько этот бах дебильный. Знали ли вы вообще про этот бах? Ну и впрочем, что думаете по этому поводу? И вообще, попадались ли вы? До нового года, братва, у нас осталось все меньше и меньше дней. Я думаю, наш мини-челлендж будет выполнен. Ну а также, братва, я вам всем желаю красивого денечка. На связи! Па! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok